Сразу поняла, что я буду с ним работать с лёгкостью, потому что это тот человек, который не отчаивается. Он, ну и ляс, конечно, это, ну, я на это всё просто вот так смотрю с лёгкостью, ну, я говорю, возможно, я какую-то преграду поставила, то есть закрыла вот это. Поэтому я особо на суть такой вот не реагирую на тяжёлое ранение, на двухсотых, вот. Ну, он такой же был. Это как-то было. Водяну и Дебальцева, и Марин. Бухгалка, Светлова, Магажорский. Я, может, сейчас могу что-то упустить? Он говорит, что с тобой можно всегда и везде. 17-го числа я с ним разговаривала. Он был очень весёлый, он готовился к днём рождения сына. У него не было ни капли вообще сомнений. Я в нём не замечала в голосе. Что-то было не так. Мы с ним собирались ехать в Грузию. Мы хотели там отдохнуть, потому что ему говорила, что он немного устал от работы. Он говорит, ничего, плохо, поедем, отдохнём. Возьмём Дениску. Возьмём везунчик. Возьмём Литянка. Мы поедем и хорошо отдохнём. Всё будет хорошо, не переживайте, ведь у нас свежая. Всегда был радостный. То же сейчас, как-то милиция, возможно, выбирает версию. Это неправильная версия. Он этого не сделал. Всё показывает на то, что это не самоубийство. Он оставил пресмертную записку. Пресмертная записка. Не говорю про то, что это его почерк. Так как я юрист и, понимаешь, на криминальных проведениях, криминальных делах, криминалистов, судебной декспертизии, потому что я это проходила, я учила. Родину примусует, человек пишет. Есть два разные почерки. Есть почерк, которым написано просто спокойно, начебто. Инши слова идут уже по бокам. Это говорит о том, что его... Что над ним стояли. Его вершинство. Моя вершинство, что, возможно, это связано с тем, что он для военно-восьмого полка спецназа пригнал машину, какую-то тихо передать им у власности. У власность, чтобы хлопцы пользовались, ездили на ней на передовій. Машина не попала до рук хлопцев, до військовых. Вона попала в руки тільки командующего, командующего состава, командира. Я не знаю, кто там это сейчас. Это Хмельницкий, Хмельницкий военно-команд. Машина была разобрана. Он мне позвонил. Сказал, что машина разобрана, что я ее забираю. Я ему просто надала пораду. Если бы я ему сразу не надала такой порады, так как я знаю, я знаю, как это у меня будет, что машина должна стоять на баланс, машина должна повести в військовый номер А. Я ему рассказала, что это правильно. Потом, когда он мне сказал, что машину разобрали, он ее забрал. Я говорю, добре, забирай, говорю, отремонтую. Ей просто разобрали машину. И он сказал, добре, кроха, я сделаю. Я говорю, ну просто поступай по-другому. Я просто тогда связываюсь с Генеральным штабом Виктором Макулаевичем Моженко. Я связываюсь с командующим АТО. На то время это был Бесарак Сергей Борисович. И ему говорю, просто через ТАПАТО заведемо машину. В счастье, где стояли хлопцы, да, там, десь там они. Мы будем называть місц. Про это говорим, может ли? Конечно, я давала сегодня свидетельства. Свидетельства дали наши волонтеры, потому что он был постоянно с нами на связи. И про все эти вопросы. Он про это писал в Фейсбуке. И последний раз он просто сказал, что ему подожжую, дзвонят, что он забрал свою машину, что она является, как не выкрадена. Она не выкрадена, он забрал свою властность. На баланс машину не поставили, потому что если поставили на баланс, то она не потрапила до конца. А что же он в карте везде ездит? Я не могу сказать, потому что я пишу, что, можно так сказать, десь, если я не помилюсь, я могу помиляться в месяцах, если это не лютый месяц, десь начаток лютого. И последний раз я с ним працювала уривками, я працювала месяц, я працювала два. И последний раз я с ним працювала, это был серпень месяц у нас, минулого года. Он мне сказал, что он мне сказал, что я уже буду ехать, потому что у меня нет родственного дружина. И как раз я уже, когда он поехал, и через какой час он мне звонил, я ехала в потязи интерсити додому на Киеве, он мне звонит и говорит, что у меня сына родились. Он был очень радостный, он первый, кто выслал фотографии, ее сына, это портфолио фотографии сына. Он очень радовал этому. И он, сам тот факт, когда он замовляет или ресторан, или запрошивает людей, когда нужно отзвятковать. Вчера, это был год, когда сынок родился, он уже был год, он купил подарки, и 17 числа мы ухожли с ним про это говорили. Он говорит, что я купил подарок, у меня там, если что, может, мы увидимся. Он готов, он и жить хотели. Он не хочет жить. вы знаете, как он остался в Карпевцах? В Карпевцах у него там же собаки, у него там коты, он очень любил животных, для него каждое животное, это свято было. там какой-то приют? он не перерывное життя. И, ну, я завжди говорила, что каждый знайдет, каждый знайдет то, что он должен знать. я не могу, просто можно написать крок по караметикам, волонтерская служба хотела. А в него было, ой, какие-то там позовники, добрый вечер. Вот поэтому, вот из, Оля Башей. Башей? Башей, Башей. А ця машина, я не зрозуміла, власнести, а чия вона была, где в нее взяв цю машину? В Кольщу, так как все волонтеры. Специально для бойцов? Специально для бойцов. А за чей кошт? Я так розумію, я не могу свій фонд, я так розумію, що це і фонд, і люди, і в любому випадку, все, что есть на фонте, то, что волонтерское, это завдячую. То есть он пригнав, а фактически для парня машину, и это могло быть где-то... Он уже пригнав, и ее нужно было поставить на учет, нужно было соблюсти порядок, так как это должно быть, чтобы потом не было вопросов, не возникало вопросов у кнопки. Он сделал все правильно, но я поступила на что? Я не разбираюсь, маркет, это может и ученцы, может сказать... Так ее выбрали фактически, да? Мы не выбрали, она стояла там, но ее разобрали. Ну, в две військовые частини. Військовые частини и тут Алистин Фоминицкий. Ну, військовые частини тут, а мы, мы думаем, потому что это возможно из-за этой машины. То есть они не хотели ее передать назад? Не хотели ее передать. Машина хорошая, но дорогая? Да, машина дорогая и хорошая. Я не могу сказать, я в машинах не разбираюсь, я... Перемиваю. Так, Так. Так. Продолжение следует...